И так у меня здесь зеленушки после отваривания. Я их отварила. Они осели у меня в кастрюле на дно. Я их тщательно промыла. Как видите, они разного размера. И теперь они у меня варятся в кастрюле. Вот уже закипают, прокипят хорошенько. Я их прогреваю тщательно. И буду раскладывать по баночкам. Баночки у меня пол-литровые. Они у меня наполнены сейчас сушеным укропом. И я добавляю по щепотке семян укропа. Буквально там чуточку. Можно положить еще черный перчик. Можно положить еще острый перчик, кто любит. Немножечко можно положить хрена и чеснока. Я буду тереть хрен и тереть чеснок. Так, у меня здесь тертый хрен, тертый чеснок. Чайная ложечка. Я в каждую баночку добавляю чайную ложечку хрена и чайную ложечку чеснока. И по кусочку горького перца. Все. Укроп, хрен, чеснок и горький перец. Никакого душистого перца. Ничего больше я не добавляю. Так я заполняю все баночки. Затем туда опускаю грибы с рассолом. Вот здесь у меня мой любимый рассол. На литр жидкости я кладу полную с горкой столовую ложку соли и чайную ложку лимонной кислоты. Больше ничего. Я проварила грибы 10 минут и буду наполнять банки. Так, а здесь у меня засоленные волнушки. Волнушки солятся очень просто. Закладываются специи. Укладываются, утрамбовываются грибы. Пересаливаю по вкусу. Дальше у меня там крышечка вот такая. Далеваю немножко кипяченой воды и закрываю второй крышкой. И вот здесь я еще делаю волнушки маринованные. Волнушки можно жарить уже при желании. Вот, я буду укладывать в баночку. Вот здесь тоже хрен. Немного чеснока положу, семена укропа, острый перчик и туда положу волнушки. И, собственно, вот у меня уже я закрутила, вынула рядовки. Поверьте, что вкус будет очень хороший, замечательный. Это хрен, это чеснок, это острый перчик, это укроп. Скорее, это будет похоже на соленье, чем на обычные маринованные грибы. Ну и в завершении небольшой обзор всего, что я замариновала. Опять-таки, это зеленухи. Как бы так их показать. Они темненькие. И тополевые рядовки, они светленькие такие. Несколько баночек я закрыла волнушек маленьких. Напробуй, никогда так не делала, но, в общем, решила попробовать. И вот грузди тоже попробовала замариновать. Чуть-чуть. Остальные грузди у меня мучатся. И меня спрашивают, зачем я так ставлю баночки. Элементарно просто. Перед тем, как опустить банки в погреб, я их держу какое-то время на кухне и смотрю, не помутнеет ли баночка. То есть, таким образом, мы еще раз повторно проверяем на герметичность, хорошо ли закрыты банки. Ну вот так вот, в общем-то, все. Всем приятного аппетита еще раз. Попробуйте. Очень интересный вкусовой эффект производит эти грибы, потому что там хрен, укроп и чеснок дают такую ядреную пикантность.